И с новым исполнительным директором, и спортивным директором. И сейчас интервью раздает, что убежден, что эти футболисты контракты заключат с московским клубом. Но тем временем 18-я минута начала свой отчет, и бело-голубые гол пропускают мяч в этой встрече. После ошибки Кузьмина, Аякс повял в счете. Именно после средств молодого динамовского полузащитника мяч оказался в наших воротах. Ждем мы. Делает Ионов возвращает мяч Жиркову. Жирков дальше на Кузьмина. Кузьмин на Соснина. Соснин простреливает, и счет в этой встрече становится 1-1. На 29-й минуте москвичи сразу... То, что голландских болельщиков здесь в Кематане гораздо больше, чем динамовских, аплодисменты звучат громче. Но здесь отличную атаку разогнал Юрий Жирков. Сделал он передачу на Ионова, который мог... Но тогда это был правый фланг. Номинально же Морозов любит играть на левой бровке. Ну а здесь динамовцы не углядели за шестым номером Аякса, который на 59-й минуте сделал счет 2-1. Вот подсказывает Томислав Дуймович, что Базур отличился от Аякса. Кемпионата неприятно играют против очень мобильного форварда. Ташаев врывается в штрафную площадь. Посмотрим, что придумает Александр. Ну а здесь можно бить. Мвила! Какой шикарный гол забивает этот полузащитник. 2-2 на 83-й минуте. Но, друзья, нужно динамовцам брать. Мвила уже можно не считать новичком, потому что он, естественно, занимается и тренируется в московском Динамо. Но все же это новый футболист. Он еще не провел ни одного официального матча. Но тот удар, который у него сейчас получился, это просто шикарный, украсит любой хит-парад.